Еще раз здравствуйте, протестировали функцию огонечков в чате, вот уже... А, чем больше нажимаешь, тем больше огонечков. Отлично, что собралась аудитория, всем привет, спасибо, что ставите огонечки. Начнем нашу презентацию. Здравствуйте, меня зовут Илья, продукт-менеджер компании Appimatic по направлению Funvel, отвечаю за этот бренд нашей компании. Сегодня, собственно, про него мы будем рассказывать. Конкретно сегодня поговорим именно в наши тяжелые, ну, непростые времена, так скажем, непонятные, неопределенные, именно про бюджетные решения от Funvel. Ну, и тему нашей презентации «Антикризисное решение для телефонии безопасности». И небольшой сюрприз, но я думаю, по картинке вы уже могли догадаться, что здесь я не один. Сегодня со мной представитель непосредственно вендора компании Funvel Григорий Лямин, и ему я передам слово в начале презентации для того, чтобы рассказать о компании Funvel вообще, а потом уже сам перейду к конкретике. Я сейчас на несколько минут отключусь. Григорий, слово тебе. Да, Илья, спасибо большое. Я думаю, со многими людьми в чате мы знакомы и не раз общались. Компания Funvel успешно, энергично развивается, как бы это ни звучало. Мы в 2021 году представили очень много новых продуктов, обновили наше устройство оповещения, устройство вещания по А2С, добавили новый адаптер по А3. Айпематика у нас специализируется на поставке решений для отеля, вот этих вот устройств оповещения, а также устройств домофонии. И по большей части, конечно, сегодня Илья будет рассказывать именно об этом. Я сегодня буду, как серый кардинал, только в режиме больше прослушивания и постараюсь ответить на те вопросы, которые вы будете задавать нам в чате. Ну и в конце, после вебинара мы тоже их совместно рассмотрим и разберем. Funvel сейчас работает, мне говорят, что больше 300 человек, у нас больше сотни разработчиков. И я думаю, у нас такая классная коллаборация происходит с Айпематикой. У них отличные инженеры, компетентные ребята. И даже я сейчас напрямую вливаюсь в какие-то проекты, тоже консультирую партнеров. Поэтому если у вас есть какие-то запросы, какие-то тоже идеи, можно всегда это реализовывать. Я не перестаю всегда говорить, что Funvel — это, конечно, конечное устройство, но вот к нему всегда недостает какого-то программного компонента. То есть очень мощный API, можно общаться с устройством не только по СИП, а еще по различным другим протоколам. Поэтому тут вам все карты в руки. Если у вас есть какие-то идеи, их обязательно можно реализовать на оборудовании Funvel. Также я хотел сказать, что мы победили ковид. Вот так вот, негаданно, нежданно. У нас есть новый офис в Шэньчжэне. Наши центры разработки, они и в Пекине, и в Шэньчжэне. Но вот в Шэньчжэне я могу вас пригласить, так что, если будете проезжать мимо, обязательно заходите. Я смогу вам посодействовать, чтобы организовать экскурсию по этому офису. Я также еще кратенько перечислю, какие категории продуктов выпускает Funvel. У нас не только аппаратное устройство, не только наши телефоны, телефоны различных ценовых сегментов и уровней, какие-то телефоны для специальных секторов бизнеса, для колл-центров, для отелей. И у нас также есть ответные части, некие SIP-мониторы, вызывные панели, домофоны. SIP-устройства оповещения, на которых специализируется IP-матика. Вот здесь я не добавил на слайд, но на самом деле у нас еще новая серия устройств с буковкой А появилась недавно. А32 и А32А. И мы это относим именно к категории не телефонов, а устройства SIP-оповещения. Они работают на Android с потрясающим 10-дюймовым большим IPS-экраном. Там написан специальный софт от разработчиков Funvel, который предназначен для того, чтобы вы могли начать SIP-вещание, RTP-мультикаст-вещание с помощью кликов в нескольких пальцах. Ну, может быть, Илья тоже это затронет. Из небольшого анонса в программных разработках компании Funvel, системы FDPS и FDMS вы наверняка уже знакомы. Это софт, который работает в нашем облаке на северах Alibaba с SLA, с кучей девяток, который позволяет вам и провиженить, управлять устройства Funvel, наблюдать за ними, какие-то алерты получать в браузер или на электронную почту. Но вот буквально еще на предыдущей неделе мне наконец-то показали enterprise-решение, именно наше облачное FDMS, оно теперь называется. То есть вот то самое облачное FDMS вы теперь сможете установить в своей компании. То есть мы уже готовы каким-то ключевым партнерам предоставить этот продукт в режиме бета-теста, и вам в вашем оборудовании Funvel не нужно больше будет стучаться в облако, и какие-то корпоративные политики, они тоже здесь будут неуместны. Поэтому я надеюсь, на следующем вебинаре мы, может быть, после майских праздников уже встретимся с вами снова, чтобы я мог вам представить либо новое устройство от Funvel, например, у нас FXS адаптеры были недавно анонсированы, либо вот этот программный новый продукт FDMS от Funvel в качестве локального решения. Ну, на этом у меня все. Я сейчас слово передам Илье. Я здесь также в чате, рядом с вами. Задавайте вопросы, и по мере того, как Илья будет рассказывать о каких-то сценариях, о наших продуктах и их преимуществах, я тоже смогу параллельно отвечать на эти вопросы. Ну, на этом у меня все. Илья, даю тебе слово. Да, я думаю, у нас сегодня будет повод обратиться к вендеру еще в ходе рассказа. Действительно, мы являемся дистрибутором Funvel, повторюсь, по специализированным решениям, домофония, отельные IP-телефоны, шлюзы-контроллеры и некоторые другие группы продуктов, о чем, в принципе, Григорий нам уже рассказал. Объять необъятное невозможно. Небольшой спойлер, как раз, да, про новинки этого года, домофонии, серию i6 я рассказывать не буду. Это будет отдельная тема разговора, отдельный вебинар. Сразу скажу, что цена на них будет достаточно приятная и низкая, так что в целом эти устройства тоже будут вписываться в канву нашего разговора про бюджетные решения. Но это разговор отдельный, так что сегодня конкретно про эти новые устройства, которые появятся ближе к лету, я говорить не буду. Но попробую сконцентрироваться на некоторых конкретных продуктах и конкретных группах продукт, которые действительно в том или ином смысле могут заказчикам помочь сильно сэкономить, вложиться в бюджеты, которые, понятно, что если, например, в прошлом году кто-то бюджетировался в рублях, то сейчас с этим могут быть еще больше проблемы. Но вот недавно на конференции по отельному бизнесу обсуждали эту проблему, действительно, у многих вопросов. Ну и вот решения Funville могут здесь так или иначе помочь. Естественно, не только в отелях, но и в самых разных сферах. Давайте попробуем по порядку пройтись. Во-первых, начнем с домофонии. Я упомянул новую серию i6, которая выйдет в этом году, но про зарекомендовавшие себя уже устройства, которые давно на рынке и прекрасно работают, забывать тоже нельзя. Ну и вот, наверное, самая популярная вызывная панель, самый популярный IP-домофон от Funville – это модель Funville i1201P с одной кнопкой. Чаще всего, конечно, его используют не как домофон, а как вызывную панель. То есть у него есть два реле для того, чтобы управлять дверями, в том числе, но чаще всего они как бы не нужны, потому что устанавливают их где-то в пунктах экстренной связи, на стенах в зданиях, на улице, на колоннах вызова, колоннах инфопомощи, на заправках, парковках и так далее. Есть самые разные проекты его применения. Так что скорее именно по своему предназначению, это именно вызывная панель, панель экстренного вызова, а не домофон. Но такой функционал тоже есть. Есть, кстати, модификация с двумя кнопками. Например, Info и SOS или какие-то другие подписи можно сделать, но они менее применимы. Чаще всего все-таки нужны заказчикам вот такие вот простые вызывные устройства, качественно работающие, не ломающиеся, защищенные, в том числе, вандалы защищенные, степени К10, с широким температурным диапазоном, чтобы на улице в России в наших условиях тоже могли работать. Ну и понятные, простые. То есть ничего лишнего. Коробочка, нажал на одну кнопку, разговариваешь. Еще и динамики громкие, так что было слышно, даже там, например, в метро или на автостраде. Ну и самое здесь, наверное, интересное, то, что сейчас рекомендованная розничная цена порядка 18 тысяч рублей. Вот на тот момент, на тот период, когда я делал эту презентацию, если вы смотрите вебинар записи, конечно, там может немножко отличаться, но мы в будущее заглянуть не можем. И на курс, если бы мы знали курс через месяц, то, наверное, все жили уже на Мальдивах. Но цена действительно низкая, особенно в сравнении со многими другими производителями. Здесь легко и просто уложиться в бюджеты. Вот конкретный пример, как это может быть реализовано. Фотографии из Москвы на заправочных станциях одного известного бренда. Такие вот устройства применяются. Но это тестовая установка, тестовое устройство. Вы даже можете видеть, что это именно тестовый аппарат с китайскими иероглифами. Ну, конечно, в реальном применении никаких надписей на китайском не будет. Ну, и также под большие проекты всегда есть возможность кастомизации. Можно сделать, например, надпись по-русски, если нужно, или как-то еще по-другому. Но вплоть до того, что если очень нужно, заменить даже цвет кнопки с красным какой-нибудь другой. Ну, вдруг возможности всегда есть. Продолжая разговор о домофонии, хочу поделиться таким вот конкретным примером комплекта. Для контроля доступа часто их применяют в отелях на входе в номер. В домашнем использовании их можно применять. В компаниях в каких-то других случаях. Когда нужно просто снаружи позвонить, а изнутри, соответственно, иметь две кнопки. Принять вызов и открыть дверь, если надо. Ну, или не открыть, если не надо. Здесь нет видео. Видеоустройства похожие тоже есть. Они, конечно, дороже. Но сейчас мы говорим именно о каких-то таких бюджетных примерах. Поэтому вот комплект за порядка 14 тысяч рублей можно собрать из таких простых, качественных, неприхотливых, но уже тоже давно продающихся на рынке. Мы за все время, за пару лет не получили ни одного гарантийного случая. То есть мы реально оборудование качественное. В этом смысле к фангалу никаких претензий. Все реально прекрасно работает. Они могут работать как точка-точка, ну или быть интегрированы в какую-то общую телефонную сеть гостиницы, предприятия, жилого здания и так далее. Ну, то есть в каком-то смысле дешево и сердито, но при этом прекрасно стильно выглядит, компактно, ну и так очень современно, на любой стене. Про дымофонию закончим. Конечно, можно приводить самые разные примеры. Да, здесь не так много оборудования я привел. Есть также видеоответные части. Панели, которые крепятся на стену с несколькими кнопками, с которых можно позвонить на дымофон или на камеру, посмотреть, что происходит. Ну, может быть, это уже немножко за рамками наших презентаций, хотя опять же, с чем сравнить. Все-таки ответная панель с видео, с возможностью вызова в пределах 10 тысяч рублей, тоже классно. Слайды про них не будет, но кому интересно, серию i5 также можно изучить в наших материалах, на нашем сайте. Мы вообще в открытом доступе. Если надо будет, так же обращайтесь. Конечно, подробнее расскажу. Но конкретно здесь хотел также рассказать про шлюз-контроллер PA2. Такая небольшая стильная коробочка, но, наверное, не так важно, как она выглядит, потому что обычно они прячутся куда-то. Вот людей за стенку лифта. В метрополитенах у нас были проекты, где, опять же, они прячутся. Перелистнул, чтобы показать возможность схему применения. Контроллер, к которому подключаются различные устройства. То есть, соответственно, у нас куда-то к людям наружу может быть выведена, например, аналоговая панель, камера аналоговая или айпишная, какие-то замки. Вот это устройство все коммутирует, собирает в себе. Плюс можно взять за тоже небольшие деньги набор аксессуаров, камера, микрофон, спикер и кнопка с подсветкой. Ну и как бы получается, что, по сути, вы собираете свой собственный домофон. То, что в английском, ну и как бы в китайском представлении называется Do it yourself, можно, соответственно, шлюз спрятать за дверью в лифте в какой-то колонне вызова в любом корпусе и вывести только те интерфейсы наружу, которые нужны. Ну, например, камеру, микрофон, куда говорить, откуда получить звук, на какую кнопку нажать. Ну или две кнопки, например. Опять же, зависит от применения. В таком случае, примерно за 20 тысяч рублей вы, по сути, получаете полноценный IP-домофон, IP-вызывную панель со всем необходимым функционалом. При этом можете встроить ее в любой корпус, который у вас есть. То есть ничего лишнего, ничего не будет торчать, мешаться. Это еще и очень компактно, удобно. Ну и как бы не платите за сам корпус домофона, там, где это не нужно. То есть в этом плане это действительно получается серьезная экономия бюджетов. Например, если брать готовое устройство, ну, к примеру, тот же там, дымофон i31 из нашей линейки, 33, или смотреть каких-то конкурентов, которые могут стоить по нынешним ценам, там, 30, 40, 50, 100 и так далее, смотря, конечно, какие модели рассматривать тысяч рублей, здесь все получается дешево, качественно. Ну и плюс вот эта вот концепция Do it yourself позволяет, как бы, сделать именно то, что вам нужно, так, как нужно, не будучи ни в чем ограниченным. Здесь, как бы, и экономия, и в чем-то свобода для реализации конкретных задач. Наверное, с домофонией здесь закончим, но плавно перейдем к телефонии, к отельным телефонам, которые мы поставляем. Они все с индексом H вначале, вот, например, модель Funville H2U, но, конечно, никто не запрещает применять эти устройства в любой другой сфере. У нас они действительно сотнями, даже тысячами расходятся, конечно, не в отеле только, далеко не только, но в жилые комплексы, в апартаменты, в больницы, в любое место, где нужно просто использовать недорогой, качественный IP-телефон. Выглядит он стильно и современно. Если вы помните, может быть, несколько лет назад была предыдущая стадия эволюции в этих трубах, действительно, они выглядели немножко кондово, но вот к современным моделям вообще никаких претензий. Ну, то есть, если вы подержите их в руках, вы поймете, пластик очень приятный, выглядит тоже очень классно, стильно, отлично лежат в руке, практически невесомые. Ну, и цена, как видите на экране, розничная, от 5 до 5,5 тысяч рублей. Да, белые немножко дороже, ну, так получается, но разница не сильная. Ну, и раз уж мы договорили на предыдущих слайдах про домофонию, опять же, повторюсь, что те же самые, вот эти же трубки можно применять как ответное устройство для проектов с домофонией. Такие проекты у нас тоже были и будут. Ну, буквально, как домофонная трубка, к которой мы все привыкли, висит около двери при входе в дом. Но плюс это еще и телефон. То есть, с нее можно еще и позвонить, как с обычного городского телефона. Можно по короткому номеру, если это в пределах ЖК как бы разрешено, допускается, позвонить соседям или каким-то конкретным соседям, которые разрешили так делать, если вы дружите, например. Так что в рамках совсем, ну, действительно, как бы небольшого, откровенно говоря, бюджета можно получить такое вот отличное решение для самых разных применений. Но и более того, уже идут запросы, где заказчики, у которых есть какой-то бюджет в рублях, по измененным ценам, ну, или в связи с уходом ряда поставщиков IP-телефонов на рынок, им надо найти просто какие-то IP-телефоны, буквально для установки в офисах на столы. То есть, понятно, что эта модель, она как бы, ну, изначально не предназначена для работы просто именно в рамках офисного пространства, чтобы она стояла на столах. Но когда выбора нет, тоже вполне подходит. Так что обращайтесь. У нас на стоке их достаточно много и готовы буквально сегодня обеспечить их поставку по тем ценам, которые указаны на экране. Повторюсь, это именно рекомендованные розничные цены, конечно, все партнеры, которые у нас смотрите. Вы получите свою партнерскую скидку, но это тема отдельного разговора. Можем тоже все материалы выслать, прайсы, можете посчитать свою маржу и так далее. Посмотреть, насколько вам будет интересно работать с направлением фанга. Несколько слайдов про эту трубку чуть подробнее. Подробнее, дизайн, здесь немножко другая фотография, которая демонстрирует преимущество. Здесь акцентирую внимание на том, что вот этот бумажный носитель на корпусе телефона, который крепится к стене, можно заменить, написать там любой текст и, соответственно, ввести кнопкам, дать какие-то значения быстрого вызова. Ну, а, соответственно, на одну дополнительную программируемую кнопку обычно заносят какой-то номер экстренной связи, получить помощь, что актуально для гостиниц, потому что такая возможность необходима для постояльцев для обеспечения их безопасности. Ну, вот эти кнопки, да, здесь выделены более наглядно, но также обратите внимание на индикаторы двуцветные вызова или голосовой почты, которые есть как с внутренней стороны, так и на внешней стороне трубки, что тоже классно и удобно. Ну и, конечно, возможность громкой связи, которая может быть полезна, ну, наверное, даже там не в отелях. Понятно, что, к счастью, ситуации, когда стояльц, например, подскользнулся в душ и упал, не может стать, ему нужна помощь. Это действительно может спасти человека, если не жизнь, то здоровье, это важно, но в каком-то там применении каких-то шумных пространствах общественных, конечно, наличие качественной громкой связи и действительно громкой за счет громкого динамика, это тоже важно. Вот немножко таких кейсов применения вот в ванной комнате в отеле, собственно, про то, про что я говорил. Они прекрасно работают в условиях высокой влажности, так что не переживать, с этим тоже проблем не будет. Но и тут лирическое отступление. Вообще, в принципе, в отельных проектах мы рекомендуем использовать оборудование Fanville в связке с IPATS от 3CX. Для гостиниц есть прямо одно топовое преимущество. 3CX лицензируется не по количеству абонентов, а по количеству одновременных вызовов. Соответственно, если гостиница, например, на тысячу номеров, мы знаем, что постояльцы очень редко звонят, а по факту действительно так в любой гостинице. Гости звонят крайне редко, разве что там куда-то на ресепшн. Можно использовать маленькую лицензию, например, на 32 одновременных вызова. Этого будет достаточно. Плюс за счет реализованной у Fanville функции SIP Hotspot в номерах, где, например, стоит несколько телефонов, ну или как минимум два, как это часто происходит в ванной комнате и, собственно, в номере на прикроватной тумбочке, звонок будет считаться как один одновременный вызов, что еще больше дает экономии и в этом плане тоже. Подробно здесь не буду останавливаться. Может быть, если Григорий захочет, можно будет на эту тему поговорить подробнее. Я пока пойду дальше. Про разные применения говорил. Примеры из больницы, кейс из Омска. В жилых комплексах, да, у нас такие примеры тоже были. То, что я как раз рассказывал про возможность связи с консьержем, ответы на домофонный звонок. Здесь, конечно, речь идет только про аудио. Ну, жильцы могут выбирать, раз мы говорим про бюджетное решение, можно предоставлять жильцам дома выбор. Вы ставите видеоответное устройство, например, панельку от Funvel, которую я тоже сегодня упоминал, или простую аудиотрубку. Даже если более дорогие видеоустройства, ответные, выбирают там буквально 10-20% жильцов, это уже стоит того, чтобы в подъезде поставить именно видеодомофон. Ну, потому что разница в цене между аналогичными моделями с камерой и без камеры, в пересчете на все квартиры, ну, там действительно получаются копейки без преувеличения. Так что даже если там небольшой процент жильцов хочет этот функционал, но мы понимаем, что в будущем кто-то захочет поменять, поймет, что им это тоже нужно, все равно это того стоит. Ну, плюс за счет использования мобильного приложения, не вот Funvel, а сторонник, который совместимый с оборудованием Funvel. Здесь, опять же, не буду углубляться. Если есть вопросы, можете написать в чате, и Григорий подробно ответит голосом или в чате. Это тоже, это как бы не секрет, просто немножко темательного разговора. Можно также получать картинку и открывать, закрывать двери с помощью мобильных приложений. Даже если выбрать именно для установки внутри квартиры, внутри апартаментов, более бюджетное аудио-сип-устройство. Еще буквально пара примеров. Ну, вот в аэропортах такие любят ставить. Там всегда мало места. С одной стороны нужно что-то компактное, небольшое, с громкой связью. Ну, еще чтобы выглядело стильно, чтобы как бы вот имидж авиакомпании поднимать. Вот, пожалуйста. Ну, и в сфере хорика, в сфере обслуживания, в супермаркете, магазинах, опять же, где места мало. Ну, и плюс, чтобы как бы не жалко было. То есть, если недорогой телефон за 5000 рублей залить кофе, или даже если его вдруг украдут, или еще что-то, но это не так обидно, чем если поставить какой-нибудь аппарат за 20-30 тысяч и его испортить. Ну, понятно, что впечатления будут в 6 раз хуже. Ну, и, конечно, в таких случаях экран не нужен вообще, потому что его легко разбить, поцарапать, что-то на него уронить. Вполне вероятно, что даже проблем будет больше. Поэтому такие вот простые компактные аудиотрубки – это то, что нужно в данном случае. С моделью аж двою закончили, но про отельные телефоны вообще нет, потому что хочу вам рассказать еще про Wi-Fi, IP-телефоны для гостиниц. Про обычные телефоны в номера я сегодня говорить не буду, но эта информация открыта, тоже можно найти где угодно. Но вот именно Wi-Fi-ные телефоны, они в рамках нашего сегодняшнего разговора могут очень хорошо экономить бюджет. И эта проблема часто возникает именно в гостиницах. То есть глобально мы понимаем, что Wi-Fi-телефония – это немножко, может быть, в чем-то устаревшее решение, в чем-то не самое качественное. Конечно, многие заказчики выбирают, если нужны, устройства, не привязанные к проводам ДЭК-телефоны. Но в гостиницах часто бывают важные и нужные, поэтому они такие популярные, использовать именно Wi-Fi-телефоны. Потому что где-то уже сделан ремонт, где-то историческое здание, в котором, в принципе, нельзя проводить провода. Где-то просто нет денег, чтобы сделать это красиво, ну а кидать провода там по коридорам, по номерам не хочется и портить внешний вид. При этом в подавляющей большинстве гостиниц так или иначе Wi-Fi-сеть уже есть. Ну и как бы заказчики говорят, ну вот не можем мы подключить телефон по ПОИ. То есть подключить по кабелю и, соответственно, питать по ПОИ, например. Но у нас есть розетка, чтобы питать телефон от блока питания, и у нас есть Wi-Fi. В этом смысле глобально стоимость проекта становится намного бюджетнее и очень сильно экономится для заказчика средства, если пользуется именно Wi-Fi-телефонами. То есть это снимает огромные трудозатраты, огромное количество мороки, ну и прямых финансовых вложений именно на проведение сети внутри гостиницы. Поэтому предлагаем вот, собственно, использовать эти модели сами по себе. Ну, опять же, с чем сравнивать? Ну, конечно, понятно, что они тоже не очень дешевые. Вот, например, модель H3, добавляем, стоит порядка 9 тысяч рублей в розницу. При этом, такой небольшой бонус от Fanville, в данном случае белые и черные стоят одинаково. То есть не нужно думать о бюджетах и как-то экономить на цвете и выбирать черные, потому что они немножко дешевле. Здесь можно себя в этом плане не ограничивать. H5W с экраном стоит порядка 11 тысяч рублей. То есть разница не такая большая. Но, и, кстати, здесь дополнительная фишка вот этого экрана. На нем можно получать видеоизображение, например, с камеры, с домофона или с какого-то другого устройства. Так что в каких-то случаях вот эта разница в 2 тысячи рублей может себя оправдывать за счет этого. Как я сказал, да, они беспроводные. Так что, ну, по сути, нужна только розетка, чтобы было электричество. Так что прекрасно будет смотреться там в разных номерах, в разных гостиницах, в разных вариантах установки. Вот, собственно, пример получения видеоизображения. Ну, конечно, случай не такой частый. У меня даже нет там под рукой в памяти каких-то живых кейсов из России, если честно, чтобы именно вот этим вот функционалом пользовались. Но он есть, и, конечно, может пригодиться как дополнительная плюшка, такое дополнительное преимущество. Да, нужно обязательно упомянуть про кастомизацию. В каком-то смысле это также может уменьшить разницу стоимости между H3 и H5 телефонами. В модели H3 лицевая панель пластиковая, там нет экрана. Ну и, соответственно, чтобы сделать кастомизацию, подписать кнопки так, как нужно отелю, добавить логотип, ну, нужно провести физическую замену вот этой панели. Здесь есть бесплатные варианты. Можно это сделать непосредственно на производстве, но от 2000 штук одной модели. Ну, наверное, таких больших отелей, возможно, у нас даже в стране нет, так что, конечно, вариант не факт, что подойдет. Но в теории можно. Можно это сделать бесплатно за счет нас, как дистрибутора, если вы согласны предоставить отзыв и фотографии после установки телефонов из вашей гостиницы. Ну, тоже будет экономия. Можно сделать это за свой счет. В любой типографии буквально эти пластиковые панели прекрасно печатаются. Мы поможем со всеми исходниками, с дизайном, с макетами. Тут нет секрета, нет каких-то проблем. Ну и, соответственно, подписать, можно ли все кнопки, ну и разместить логотипы так, как нужно. Ну и часто спрашивают для многих этот вопрос, то есть будут ли все панельки одинаковыми? Ну, не совсем. То есть, конечно, каждая панель уникальна в том плане, что на них на всех пишется фраза обычно, что-то вроде ваш номер, 101, 102, 103, понятно, потому что каждая получается разная. Ну, а четвертый вариант, вообще не заморачиваться с этими панельками, взять модель H5 с экраном цветным, где не нужно ничего менять физически, где можно по-русски или по-английски, или в зависимости от ситуации, смотря какой гость приехал, говорящий на каком языке, занести все то же самое, нужную информацию. Подписать кнопки, поменять ярлочки, поставить логотип, поменять картинку. Это все можно и нужно делать. Дизайн самих устройств нельзя не отметить, конечно, в каком-то смысле можно сказать, что телефон за 10 тысяч рублей, ну, есть же там на каком-то радиорынке аппараты, я не знаю, условно говоря, за тысячу. Во-первых, мы говорим про современные качественные IP-телефоны, во-вторых, они действительно по своему дизайну предназначены для использования в отелях. Часто возникает вопрос, что такое вообще отельные телефоны. Но они отличаются от офисных, как ни крути, то есть никаких лишних кнопок, только те, что нужно. Они выглядят именно так, чтобы гостю отелю было просто и понятно. разобраться с ним, куда нажимать, что использовать, кастомизация, подписи, кнопки, индикаторы вызова или голосовой почты, например, если кто-то, наоборот, звонит, например, с ресепшена. У них специальная подставка для того, чтобы не так просто было там скинуть, как-то случайно задеть на прикроватной тумбочке. Они как бы в едином корпусе, без регулируемых пластиковых подставочек, которые легко именно вот в рамках проживания в отеле как-то уронить, сломать, вытащить, я не знаю, взять в качестве сувенира. Ну и плюс в них есть дополнительный выход USB для зарядки мобильных устройств. В отелях это важно, лишний USB-вход никогда не лишний, потому что гостям постоянно что-то нужно заряжать. Как это выглядит? Конкретный пример из гостиницы в Анапе, отель «Джамайка». Если захотите провести отпуск в Анапе и поселитесь именно в этом отеле, то можете вживую оценить, как непосредственно это работает. Периодически, да, такие аппараты просят не только в отеле, но и в самые различные другие места. Это, как я уже говорил, проблема-то в том, что не получается провести сетку айпишную как бы есть не только в гостиницах, но и, например, в супермаркетах, опять же, в больницах. Такие примеры есть, где тоже как-то проще поставить Wi-Fi на телефон, потому что роутер уже стоит, но и все будет работать. В торговых центрах, знаете, в основном на каких-то островках, стойках, лавках, то есть, которые вообще, по сути, находятся посреди пространства, под полом что-то провести не получается, может быть, там уже какая-то плитка, какие-то стоки информации, которые практически в любом торговом центре обособлены. В этом случае Wi-Fi телефоны тоже спасают. Конечно, если есть бюджет и возможность, нужно и можно использовать дек-трубки, но связь будет более качественная, но это вот можно у моих коллег узнать про такие решения, но зачастую именно Wi-Fi телефоны тоже спасают, помогают. Особенно, если их не нужно постоянно переносить, носить в кармане, они должны стоять на одном месте, на стойке. Это вот такой дополнительный плюс. Ну и, конечно, их украсть тяжелее намного, на порядок. В завершение сегодняшней презентации, раз мы говорим о бюджетных решениях об экономии средств, не могу не упомянуть, что со склада наших партнеров в компании Азбукосвязи через нас можно купить остатки современных IP-телефонов Fanvil X4. Это именно обычные X4, не X4G, не X4U. У нас их осталось порядка 100 штук. Это остатки с прошлых времен, поэтому цена на них закреплена в рублях по старым январским ценам. Обращайтесь, если нужны качественные IP-телефоны для бизнеса, то можете успеть у нас их приобрести действительно по бюджетной цене. Такое вот небольшое отступление от основной темы нашего сегодняшнего разговора, просто такая дополнительная возможность для вас. Так что пишите, звоните вашему менеджеру или мне, совсем поможем. Здесь, наверное, все. Понятно, что трудно рассказать вообще про все и сразу. И там линейка фанвил огромная, есть еще куча устройств, но та же самая серия i5 ответных устройств, о которой я сегодня говорил. Контакты на экране, если что-то там нужно будет рассказать, подсказать, обращайтесь, пишите, звоните. Всегда рады. Может быть, у Григория еще будут какие-то дополнения, замечания. Да, Илья, спасибо большое. Там много поговорили об отельных телефонах. Хотел еще узнать, поступила ли вам на склад модель H7? Это вроде новый телефон отельный с вертикальным расположением экрана, то есть произвели ли вы какие-то уже предварительные тесты, может быть, какая-то обратная связь появилась по этой модели. Действительно, разговор в данном случае абсолютно не про бюджетные решения. Действительно, есть модель H7 или H7, самая топовая, самая классная, крутая, современная для отелей от FUNVIL. У нас есть тестовый образец, который можно свободно у нас получить, попробовать. Коммерческой партии на складе в данный момент нет, но они доступны к заказу. Если нужна будет информация, также обращайтесь, но она, конечно, есть в открытом доступе на различных ресурсах. Какие-то люксовые номера в топовой гостинице можно предложить такой вот суперсовременный самый новый классный отельный телефон с большим экраном. Так что любите, звоните, если такая потребность тоже будет. Конечно, всегда рады, на тест готовы дать буквально завтра, если что. Да, ну, еще раз тогда скажу, подписывайтесь на группы, которые и здесь представлены на слайде группы Epimatici. У нас также есть vk.com slash FUNVIL. Это я там раз в неделю выкладываю тоже несколько постов о наших событиях, которые происходят в мире FUNVIL. Все на русском языке. Илья, спасибо большое за классный вебинар, за классную презентацию. Контакты видны на экране. Спасибо. Всем тогда до связи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok